В Халкидонском соборе общее мнение разделилось. То есть у отцов, отцы не могли прийти к общему мнению, к консенсусу не пришли. Поэтому и в дальнейшем, например, два императора, три, они запретили этот собор. Ну почему? Потому что он внес раздор в этой церкови. И смотрите, вот, чисто по человеческим судим, что случилось с церковью после этого Халкидона? И что случилось бы, если Халкидона не было бы? Если бы не было Халкидона, церковь была бы единой. В VI-VII веке ислама не было бы вообще. Почему ислам возник? Потому что церкови были разделены, пока они между собой грязлись, вместе с того, что там христианство распространилось. А между прочим, христианство усиленно распространилось в арабском полуострове. Из-за вот этой грязни распространение христианства там прекратилось. И там подняли голову арабские племена, и они напали на них. Они вместе с того, чтобы объединиться, сопротивляться, они опять продолжали друг другу грязеть. И между собой опять какие-то богословские вопросы решали друг другу. Я с театру, брали руки и так далее, и так далее. Понимаете? То есть мы не судим сейчас богословскими терминами. В принципе, если я сейчас буду богословской терминологией говорить, может быть, многим это вообще не будет понятно. Мы чисто говорим, я могу довести и так тоже, как бы. На самом деле там не такая сложная философия. Но чисто по-человечески я говорю, что дал христианскому миру этот собор, ничего хорошего не дал. Он внес разделение в церковь, он ослабил основы христианской веры. Отцы таки не могли прийти к общему мнению. Притом основные отцы в течение 150-200 лет, которые не приняли, они были все великими богословами. И сам вот читаем, например, Давида Инкара, русского богослова. Он говорит, а почему Халкидон не мог победить? А это один из авторитетнейших богословов. Потому что, говорит, среди типа монофизитов, да, то есть среди непринявших Халкидон, были все выдающиеся богословы. А среди, говорит, Халкидонитов богословов не было. То есть даже богословская миссель, мнение, да, которое было, она была уже антихалкидонским. Люди понимали, что это искусственный собор. И на самом деле я могу это показать. А инотикон Зенона расскажи, вот что действующий инотикон Зенона. Говорю, императоры запретили этот собор, а Зенон, он вообще винил свой инотикон, которым запретил вообще этот собор говорить. Потому что друг другу морду били, поставили на рынках. В храмах, представляете, и это стала традицией уже для монахов. Они спорили, целый день говорят на выставках о богослове. То есть этот Халкидон внес, и, соответственно, если вы говорите полнота истины Вселенской Церкви, да, этой полноты уже нету. Не было этой полноты, понимаете? Полнота разделилась. И считать, что уже какая-то церковь обладает какой-то истиной, это уже сугубо мнение этой той же самой Церкви. Уже мы оставляем все на суд Христов. Вот Христос пусть решает во время суда, что из этих церковей были истинны, а кто нет. Хорошо? Хорошо.